Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новость Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Сезон фонтанов открыт, где начали свою работу любимые места отдыха анапчан и гостей нашего города. Это День Победы. Символ праздника – георгиевскую ленточку начали раздавать волонтеры на улицах Анапы. Теперь федерального значения. Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев присвоил новый статус аэропорту Анапы. Проезд «Золотистый-5». Городские власти через суд пресекают попытки самовольного строительства. Абсурдная и непонятна позиция правоохранителей. Земельный участок на Пионерском проспекте фигурирует в крупном уголовном деле. Но при этом люди в погонах сквозь пальцы смотрят на ведущуюся там стройку. Неприметный на первый взгляд адрес на Пионерском проспекте «Золотистый-5». Но его история не так проста. Осенью прошлого года участок стал объектом интереса наших надзорных и правоохранительных органов. Этот интерес даже увенчало уголовное дело и кадровые перемены в администрации. Почему же сегодня правоохранители махнули рукой и дали волю самовольной стройке? Мэр Анапы Сергей Сергеев вместе с главным архитектором на земле чьих-то, видимо, больших интересов. Это предмет сегодня уголовного преследования. Вот видишь, они как работали, так и работают. Только никому не надо, кто это, кто строит, понимаешь? Я могу назвать, кто это строит. А называют твоего предшественника. Понимаешь, что происходит? Хотелось бы сказать, прокурорское око не дремлет. Но, увы, факты говорят об обратном. Хотя поле для надзорной деятельности широкое. По генеральному плану подействует зона пляжей. Кроме того, по диагонали здесь проходит первая зона горно-санитарной охраны. Здесь ничего нельзя строить и вообще никакие строения не разрешены. Все запрещено. Я думаю, меня все-таки вынудят сказать, кто это построил. Это ш ужас какой-то. Это хозяева жизни. Кто же они, эти всесильные люди? Если даже обеспечительные меры о запрете на строительство и сделке купли-продажи не возымели действия. Но хозяевам жизни все-таки придется подвинуться. Исполнительный лист на снос самовольного строения сегодня отправился в службу судебных приставов. Два месяца на исполнение решения суда. Дождемся. Нам всем нужен порядок. И глава курорта повторяет, власть и закон должны работать в интересах анапчан. В Анапе открыли сезон фонтанов. Любимое после моря место фотографирования туристов ждет гостей нашего города. Коммунальные службы сегодня запустили комплекс у администрации города и в Ореховой роще. Немногим ранее заработал фонтан у киноконцертного зала «Победа». Завтра подключат на аллеи «Рос». Работать они будут каждый день с 9 утра до 11 вечера. Музыкальный фонтан у администрации с 20 до 23 часов. Поезд «Красноярск-Анапа» этим летом будет ходить в три раза чаще. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Российской железной дороги». Расписание изменится с 1 июня 2016 года. Поезд номер 129 будет отправляться из Красноярска по понедельникам, средам и пятницам. Железнодорожники отмечают, что в этом году спрос на внутренние перевозки значительно увеличился. Более 700 детей из Карелии отдохнут этим летом в Анапе по льготным путевкам. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского министерства здравоохранения и социального развития. Ведомстве поясняют, что 475 детей бесплатно отдохнут в детском оздоровительном лагере АКА. Еще 300 путевок в лагерь «Полярной зори» раздадут детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На условиях частичной оплаты от 30 до 50 процентов в зависимости от размера дохода семьи. Отмечается, что средняя стоимость путевки составляет 32 тысячи рублей, на 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Сегодня в Анапе стартовала акция «Георгиевская ленточка». На улице нашего города вышло несколько десятков волонтеров. Это представители общественных организаций «Молодая гвардия», «Регион 93», «Студенческого» и «Молодежного советов». Всего же будет задействовано более 100 активистов. В день они раздают почти тысячу символов победы. Акции проводятся в России уже в 11 раз. В прошлом году в нашей стране раздали 20 миллионов георгиевских лент. Акции продлится до 9 мая. Это очень важный момент. Нужно помнить обо всех подвигах наших дедов, прадедов, отцов, будущих, потому что это повод для подражания. И радуюсь, и плачу, и вспоминаю всегда отца, и в газету писала статью, что мы уже узнали о его награде Ордена Первой степени Отечественной буквально два года назад. Мы рассказываем своим детям о том, что наши деды действительно совершили огромный подвиг в это тяжелое время, когда они могли лишиться всего, но они шли на такой поступок. Раньше действительно были чистые, искренние поступки ради цели общей. Один из самых главных праздников. А почему? Потому что наши деды воевали. Мой дедушка двоюродный, прошел всю войну, от начала до Берлина до самого дошел, летчиком был. То есть для нас это главный праздник. Житель Анапы пополняет бессмертный полк однополчанами своего отца. Только в этом году он нашел информацию о 15 солдатах. Первый батальон 22-й танковой бригады, 2-й Украинский фронт. Там служил отец Юрия Яндрусинского. Сегодня сын собирает информацию о его боевых товарищах и записывает всех в бессмертный полк на сайте Российской акции. Начал в прошлом году, как говорит он сам, из интереса. Записал более десятка фамилий. В этом году удалось собрать информацию еще примерно о полутора десятках однополчанах отца, в их числе и те, с кем отец воевал в одном танке. Для меня они становятся не чужими совершенно. Из 30 человек, которые опубликованы, в интернете один на одного воина родственники выложили материал в бессмертном полку. И где-то недели две назад ВКонтакте внучка нашла своего дедушку, позвонила мне, дала некоторые фотографии, кое-что по биографии его, уточнения, семейные фотографии. Источниками информации служат выложенные в глобальную сеть архивы Министерства обороны, сайты различных фондов и общественных организаций. По словам Юрия Яндрусинского, несмотря на относительную доступность информации, на поиск уходит немало времени. Чтобы была память, чтобы дети и внуки, мои еще, об этом помнили, об этом знали. Где-то памятники рушат, а мы восстанавливаем их. В этом году Юрий Яндрусинский пройдет в колонии бессмертного полка в Москве. С портретами отца Александра Федоровича и тестя Николая Дмитриевича Лехнова, воевавшего в артиллерии в Анапе, также идет подготовка к акции «Бессмертный полк». В прошлом году приняло участие, мы, как помощь в организации, мы планировали, ну, где-то около полутора тысяч человек. Непосредственно 9 мая около четырех тысяч человек приняло участие в этой акции. Я думаю, в этом году поддержим и не меньше будет людей, может быть, даже больше. Собесбор всех желающих будет проходить у русских ворот, недалеко от театральной площади, в 9.30. После этого колонна пройдет по театральной площади Астраханская-Терская и присоединится к параду, который будет проходить на Ленина, и закончит свое шествие в сквере боевой славы у Вечного огня. В управлении по делам молодежи города-курорта говорят, что готовы ответить на любые вопросы всех, кто желает принять участие в шествии бессмертного полка. Воздушная гавань Анапы включена в список аэропортов федерального значения. Перечень утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он опубликован на сайте правительства. Отмечается, что в списке международные аэропорты, а также воздушные гавани, необходимы для сообщений между крупными городами, в том числе центрами субъектов Российской Федерации. Как сообщалось ранее, в аэропорту Анапы идет строительство нового терминала площадью порядка 12 тысяч квадратных метров к уже действующему на 5 тысяч квадратных метров. Пропускная способность воздушных ворот города-курорта увеличится с 400 до 1 тысячи пассажиров в час. Тем временем в компании, которая управляет аэровокзальным комплексом Анапского аэропорта, отмечают, что в январе-марте рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35%. Через воздушные ворота города-курорта прошли более 92 тысяч пассажиров. И к другим темам. Увлечь ребенка учебы – одна из главных задач, которые ставят сегодня перед педагогами. Именно развитию дошкольного образования сегодня уделяют особое внимание в администрации города. Благодаря конкурсу «Я исследователь» в детские сады внедряются такие инновационные технологии, чтобы ребята изучали окружающий мир с интересом. Воспитанники детсада поселка Виноградный в этом году стали призерами и лауреатами этого регионального конкурса. Ирина Желтова представила работу «История пуговиц». Проект занял призовое место, а сама Ира после этого стала собирать разные редкие и необычные пуговицы. Эти пуговицы я сделала сама. Это необычные. Это из литок, а это из ткани. Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. Ребята в силу своего возраста еще не способны самостоятельно от начала до конца создать собственный проект. Поэтому к созданию работы привлекаются все – и воспитатели, и родственники. Мама Ирина говорит, что работа дочери настолько всех увлекла, что уже сами невольно искали материалы и пуговицы. Подготовка к этому конкурсу действительно сплотила всю нашу большую семью. Приняли участие огромное все. И бабушки помогали, и сестры старшие помогали, искали пуговицы, помогали делать аппликации. В конкурсе «От садик и елочка» было представлено еще два проекта, которые тоже заслуженно получили высокую оценку. Но самое главное, по словам педагогов, вовсе не в том, какое место заняли их воспитанники, а в том, что благодаря таким новым методикам в образовании удается ребенка заинтересовать учебой и познанием окружающего их мира. Если он будет уметь находить информацию, перерабатывать ее, получать анализ, подходить к какому-то результату, то, конечно, для ребенка и учеба будет не в тягость, а в радость. Анапа присоединилась к всероссийской акции «Библионочь-2016», которая в этом году была приурочена к Году кино. В мероприятиях, которые проходили почти на трех десятках площадок, приняли участие более четырех тысяч человек. О том, почему кино можно читать, в нашем следующем материале. Вот возьмите, во всех библиотеках города это проходит, мы вас будем ждать. Мобильная съемочная группа перемещалась по городу на специальном библиомобиле. Помимо приглашения на одну из площадок, где проходила «Библионочь», прохожим предлагали почитать отрывки из книг, которые были экранизированы. По замыслу организаторов, такие импровизированные кинопробы напоминали анапчанам, что у кино литературные корни. Получилось, что Анапа в буквальном смысле читала кино. «Библионочь-2016» в этом году посвящена Году кино. Она так и называется – «Читаем кино». Читаем, потому что мы представляем библиотеки, заинтересованы в том, чтобы каждый житель и гость нашего города-курорта Анапа приходил в наши библиотеки и приобщался к этому замечательному занятию. Площадка перед Центральной библиотекой, где оркестр играл по пури из музыки к кинофильмам, к вечеру начала трансформироваться в съемочную площадку. «Сына 4, дубль 60, ночь библиотеки». По сценарию снимался фильм на античные мотивы. В России и Греции стартовал перекрестный год культуры двух стран. При этом зрителям сыграли изнанку кинопроизводства. «Завтра приезжаем продюсеры смотреть отснятый материал, а у нас ничего не готово». Валерий Валиев, автор книг об истории Анапы, рассказал, как в первые годы советской власти город хотели превратить в один большой съемочный павильон площадью порядка 600 гектаров. «К 45-му году планировалось выпускать в год 600 кинокартин полнометражных. 600 для СССР вообще сверх крыши. И тогда был предложен, так сказать, не план, а экономисты и в то время были экономисты, сдавать в аренду наши площадя для всех стран мира. А, это пропаганда советского образа жизни, это пропаганда мира и дружбы и так далее, и так далее». Планы советского правительства поменялись во второй половине 30-х годов с началом гражданской войны в Испании, которая послужила прологом ко Второй мировой войне. Тогда уже было не до кино. Вместе с тем Валиев отметил, что город-курорт и сегодня – популярная площадка для натурных съемок. На территории муниципалитета можно найти и гористую местность, и песчаные дюны. «Здесь проходят разные мероприятия, где ты можешь попробовать себя в разных... Команда телевидения Всероссийского детского центра «Смена» провела специальный тренинг для желающих снять собственный сюжет. В детском отделе юных зрителей учили рисовать мультики и лепить персонажей из пластилина. «Библионочь» в Анапе прошла на трех десятках площадок. Всего в мероприятиях приняли участие более 4 тысяч человек. В Анапе с 30 апреля по 6 мая пройдут первые всероссийские соревнования по чирлидингу среди школьных команд «Яркие», «Майские» и «Твои». Примут участие в них почти полторы тысячи детей и подростков со всей России. Запланированы спортивные тренировки с ведущими чирлидерами страны, тренинги на команды образования и выработку лидерских качеств, встречи с чемпионами Европы и мира, квесты и развлекательные программы, сообщает пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.